Я живу по принципу «хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах», поэтому я не знаю. В планах может быть все что угодно. Мое желание не всегда может совпадать с желанием других артистов. Я бы очень хотел записать песню с Земфирой, но кто я и где Земфира, да? Поэтому, а вдруг я запишу? Вот скажи, вот ты согласен, что ты пишешь песни про то, что ты любишь, о чем ты думаешь, правильно? Ну, в принципе, рэп — это про это. Вот есть один атрибут, о котором ты никогда не поешь. Это атрибуты в твоем шкафу, ты любишь очень кроссовки. Почему ты о них не поешь? Не, на самом деле, очень давным-давно у меня... Простите, очень давным-давно у меня выходила песня про кроссовки, да. Вот, и там есть очень много фраз про них. Как бы, ну, кроссовки — это же вещь все-таки. Хорошо, а по кутеру, пожалуйста. Подарить хочешь? Да, если бы тебе подарить. Кроссовки, но у меня размер восемь с половиной, друзья все об этом знают. Все, все знаете. Ну, вот. Хорошо. Я жду, коллекция пополнится. Я не знаю, я в детстве очень хотел быть космонавтом, вот. И, видимо, вот эта детская травма, несбыточные мечты, она преследует меня. И три альбома про космос, два саундтрека в этом году, собственно, для Федора Сергеевича, для «Притяжения» и для «Время первых», для Тимура Бигмамбетова. Ну, как-то так сходятся карты, но мне очень приятно, что, наверное, мое творчество уже ассоциирует с какой-то космической тематикой напрямую. Дай бог, когда-нибудь полечет космос. Мои родители приняли выбор, что их сын стал рэпером, поэтому, я думаю, это для них намного сложнее было, чем принять выбор спортсмена или актера. Планируется экранизация песни этим утром. Вот она как раз немного личная, посвящена моей любимой. Всем очень нравится совместная песня с «Жасми». Я думаю, что она очень многих очарует. И, думаю, возможно, на эти песни тоже появятся в будущем видеоработки какие-то. Нет, ну, как бы, я на самом деле не такой уж большой сторонник совместных песен. Я, если мы находим с человеком определенный контакт, если мы чувствуем одну волну, и, в конце концов, я очень доверяю своему вкусу на женские голоса, как вы заметили. Вот. Сегодня будет Варвара Висбор на концерте, сегодня будет «Жасмин», «Чумовые голоса», «Елка» на альбоме, да. Ну, как бы, я не гонюсь за каким-то хайпом. Я хочу делать песни именно с теми людьми, которыми симпатизирую по творчеству. Я очень люблю путешествовать, это раз. А два, в Москве очень трудно писать альбом, потому что постоянно нужно куда-то ездить, и постоянно в работе очень много отвлекающих факторов. В Амстердаме можно было просто сосредоточиться на творчестве, никуда не торопиться, спускаться с крыши вниз и творить, и творить, и творить. Именно поэтому был выбран какой-то, ну, собственно, другой город. В этот раз это был Амстердам, в следующий раз, может быть, это будет Лос-Анджелес, посмотрим. Мой директор общается с организаторами Соединенных Штатов. В планах поехать в Майами, в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Бостон, может быть, и так далее. Это будет только проба пера, поэтому я не рассчитываю на многотысячные залы там, я не знаю, и много городов, но, в принципе, совместить приятное с полезным, попутешествовать по Соединенным Штатам и увидеть своих людей, я всегда за. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok